Улица Дуки. В окружении новеньких высоток скромная одноэтажка. В этом году дом разменял девятый десяток. Съемочную группу встречает Людмила Щукина. Между прочим, родственница того самого Щукина, чье имя носит улица в Советском районе. С 2012 года все ветхое жилье, а сейчас признали уже, что аварийное жилье. Под снос. Прислали письмо, что якобы должны до сентября нас переселить. Из десяти квартир заселены пять, остальные пустуют. Живут местные без удобств. Туалет на улице, вода тоже, мыться ходят в общественную баню. И вроде бы уже привыкли, да вот возраст дает о себе знать. Надо переехать. Наш дом тоже завалится. Не сегодня, а завтра, да? Поздно, рано надо переезжать. Все, садиться. Речь о новой муниципальной программе, которую Брянск принял в рамках исполнения национального проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. Рассчитана она до 2025 года. Разбита на пять этапов. В первой, помимо одноэтажки по улице Дуки, 36, попали еще четыре многоквартирных дома. Это улица Энергетическая, 4, улица Декабристов, 1А, Урицкого, 135, Свободы, 2. Их расселят до конца 2020 года. Всего 49 квартир, общая площадь которых 1839 квадратных метров. Жилищные условия улучшат 108 человек. Предусмотрено 56 миллионов рублей. В основном это средства фонда содействия реформированию ЖКХ. Принятие данной программы является продолжением ранее успешно реализованных программ на территории Брянской области за период 2009-2017 годы. В рамках данных программ мы расселили 60 тысяч квадратных метров, переселили свыше 3,5 тысяч человек. Финансирование составило более 2 миллиардов рублей. В ближайшие пять лет власти Брянска планируют расселить 42 многоквартирных дома. С их перечнем можно ознакомиться на сайте городской администрации в разделе «Документы». Затем выбираем вкладку «Нормативные правовые акты» и ищем нужную информацию. Вот она под номером 712-П. Важный момент. Эти постройки признали аварийными до 1 января 2017 года. Те, что позже, войдут в другую очередь. Сейчас стоит задача реализовать программу на 19-25 годы, по сечению которой, соответственно, я думаю, что будем расселять и оставшиеся аварийные фонды. Сейчас первоочередникам объясняют, на что они могут рассчитывать. Если это новая квартира, то количество комнат в ней и общий метраж не будут уступать прежней. Не стоит опасаться и голых стен. Чиновники обещают минимум социальную отделку. Второй вариант – денежная компенсация. Но тут небольшая оговорка. Только для собственников жилья. Выкупная стоимость носит индивидуальный характер. Все зависит от жилого помещения, от квартирного дома, от земельного участка, на котором расположен этот дом. Выкупная стоимость складывается из рыночной стоимости жилого помещения, из рыночной стоимости земельного участка, на котором расположен дом. И иные убытки также включаются в выкупную стоимость, связанную с приездом граждан. А тем временем наши соседушки с улицы Дуки, Людмила Щукина и Прасковья Гладкая, для себя уже решили. Пусть дают квартиры. Лишь бы не вбежице. Да пониже. Уж очень боятся бабушки многоэтажных исполинов. Дима, скоро уедем от тебя. Будешь одна. Скучать будешь. Субтитры создавал DimaTorzok